Юбилейный и традиционно грандиозный. Уже завтра фестиваль цветов Акварель 2013 откроется для гостей. Этот праздник, ставший визитной карточкой нашего города, в этом году отмечает свое 25-летие. Сегодня днем я посетила площадку, где уже разместились некоторые цветочные композиции. Понятно, что лоска и блеска им пока не хватает, но оценить масштаб происходящего можно вполне. Вот сюда встать. Вот так, все. Нет, поворачивай. Вот на ту слону, поворачивай. Вот туда, поворачивай. Вот, все, все, все. И пока так ставьте, а лошадь за нее не стыдет. Совы, слоны, львы и жирафы. Сотни сказочных персонажей сегодня выбирают свое место под солнцем. Ведь с каждым годом конкуренция растет и не только из-за количества участников, но и благодаря их габаритам. Первоначально, конечно, фигуры не такие были. Они, во-первых, отличались объемом, были небольшие, и навыков у нас таких не было. Даже маленькую фигуру, я помню, мы делали целую ночь для того, чтобы сохранить цветы в живом виде. А сейчас научились так, что мы стали применять бросовый материал, то есть и ковыль применяем, и репейник, и щелистник. Раньше все делали с живыми цветами, и, конечно, не в таком объеме. К слову, и репей достать теперь не так просто, говорят участники фестиваля. Раньше его хватало на каждом пустыре. Теперь за ним нужно ехать за город. Свои хитростей и для сохранения яркости ягод. Чтобы сохранить, ну, то есть, вот, как бы сок сохранить, то есть, как бы вуаль такую вот образовать, чтобы она не сморщилась. Вот. Для этого вот мы покрываем все краской, краской или лаком. Пока девушке придут рябиновые кольчуги, да черничные сапоги для героев сказки Антуана де Сент-Экзупери «Маленький принц» нашлась работа и для нашей съемочной группы. Каркас самолета надежно установлен, остался только тюнинг. В этом, собственно, мне и разрешили немного поучаствовать, а точнее покрасить репей. Позже мастерицы украсят сказочный самолет с иниями. Впрочем, для беспокойства нет причин. Все крупные работы были выполнены сегодня в течение дня. Осталось, как говорится, лишь навести марафет. А значит, завтра в 8 утра площадь Азатлык откроют для челнинцев двери в сказку, сотканную из цветов. Катерина Карцева, Ради Ганеев, РНТВ, Набережные Челны.